Олег Иванович, скажите, пожалуйста, Богу молиться нужно корыстно или невестно? Это корыстно, это когда вы... Вот смотрите, послушайте, это супер вопрос, это супер вопрос. Послушайте меня, внимательно, ничего смешного нет. Послушайте меня, внимательно, смотрите. Первое, что вы должны понять, что некоторые люди думают, что Богу надо молиться бескорыстно. Это означает в буквальном смысле слова, что они не думают о том, что Господь им должен помочь в их судьбе. Они полностью думают, пускай судьба будет какая, пускай она не пригробит. Я просто служу Богу, и все, и болюсь ему бескорыстно. Это безумцы, безумное, неправильное мышление. Сейчас объясню, почему. Потому что, что такое первая стадия победы над судьбой и служения Богу, называется очищение сердца. Что такое очищение сердца? Это означает очищение от плохой судьбы. Поэтому, как человек молится, он должен настроиться на Бога и служить Ему в своем сердце. Но всегда нужно в своем сердце понимать, что я хочу, чтобы этого в моей жизни не было. Почему? Потому что мне это мешает думать о Тебе, мой Господь. Я думаю о своей боли вместо Тебя. Мне это мешает думать о Тебе. И тогда Господь убирает эту боли. Он побеждает вашу судьбу. Понимаете? Это правильное мышление. То есть, смотрите, есть четыре уровня молитвы. Первый уровень молитвы. Человек настолько сильно прикован судьбой, настолько ему больно. Это даже верующий сильный человек может. Такая сильная судьба. Что он не может думать о Боге. И он тогда просит Бога, Господь, с милостью, помоги. Облегчи мои страдания. Я не могу думать о себе. Думай только о своих проблемах. Это самая неэффективная молитва. Самая неэффективная. Господь реально может с милостью, в цельном разе, тебе облегчить, чтобы ты больше в Него поверил. Только для того, чтобы ты перешел на другой уровень молитвы. Что такое другой уровень молитвы? Следующий. Более эффективный. То есть, все люди в основном, как молятся, они говорят, дай то, Господь, дай сё. То есть, приходят в храм и начинают клянчить у них. Или что-то ставят свечки, чтобы дал там, я же тебе столько свечей поставил. Что ж такое? Деньги заплачены, а где услуги? Вот. Понимаете, это самый неэффективный способ молитвы. Следующий способ. Человек молится, он думает о Боге. Уже не о себе, думает о Боге. И он служит Богу в сердце, служит. Но постоянно в его память входит боль. Он как бы побеждает её. Он знает, как побеждать. Он слушает тех, кто молится. Вместе с ними это опытный человек. То есть, он настраивается на тех, кто молится, забывает про себя, настраивается служить Богу. А память злой властелин всё будет минувшая в ночь. Заходит назад, мучает. И вот так он сражается. Это уже 30%. Эффективность – это уже крутая молитва. Следующий уровень. Человек, который преуспел в этой молитве, он уже способен думать о Боге и служить Ему, и забывать про себя. В конце концов, выходит на третий уровень молитвы. Что такое третий уровень молитвы? Человек думает только о Боге, но знает, что ему нужно победить вот это вот. И победа приходит очень быстро. Вот он как бы думает о Боге, но знает, что вот это нужно победить. И у него через какое-то время раз спокойствие в сердце поводу этого события. Потом влияние на это событие. Потом перемены там происходят. Ну то есть, три круга судьбы он преодолевает быстро. Вот на этом третьем уровне молитвы. Но есть ещё четвёртый уровень молитвы, который я вам не рекомендую. И сейчас объясню, почему. Потому что четвёртый уровень молитвы предназначен для святых людей. Для тех, у которых чистая сердце. Сейчас объясню, как это происходит. Человек молится Богу, думает только о Боге и говорит Господу. Пожалуйста, мой Господь, не трать свои силы на мою судьбу. Пускай моя судьба будет меня мучить, потому что я хочу только любить Тебя и не хочу отвлекаться в своей жизни ни на что другое. Этот человек настолько сильно любит Бога, настолько привязан к Нему, что его и его судьба не беспокоят. Как бы она сильно на него ни действовала, она даже шелохнуть его внимание не может. И поэтому Бог не отвлекается на судьбу такого человека и даёт ему испытания вот эти тяжёлые, которые он легко проходит. Потому что испытания нужны любому человеку для того, чтобы укреплять веру. Понимаете, если такой человек жить безоблачно, будет его расслабить. Поэтому говорит Господь, мучай меня моей собственной судьбой, но я буду думать только о Тебе. Этот тип молитвы не рекомендую я Вам, потому что я попробовал его сам. Это страшная вещь. То есть я вот такой молитвой молился. У нас есть тоже такая, наша традиция такая молитва. Мой Господь, пожалуйста, пошли мне больше страданий, потому что чем больше я буду испытывать страданий, тем больше я буду думать о Тебе. Ну, как бы, сначала мне посылал, посмотрел, ну, чё, хочет всё равно. Ну, потом послал. И послал нормально мне. Полтора года я как бы разгребал. Сейчас я так не молюсь. Не хватило? Спасибо. Будьте счастливы. Не думайте, те люди, которые считают, что молиться нужно... Смотрите, как есть такое мышление. Молиться надо для Бога, а судьбу разгребать самому. Неправильное мышление. Понимаете? Потому что ты, когда молишься Богу и служишь Ему, ты сам же судьбу и разгребаешь. Потому что человек, который не совершает усилий для победной судьбой, этот человек не трудится. Просто есть два типа труда. Один тип труда — это на грубом плане всё разгребать, а другой тип труда — на толком, на невидимом. Вот человек, который думает о Боге, служит Ему. И как бы, имея в виду, что Ему надо с этим справиться, Господь своей силой помогает Ему справиться. И это и есть правильное мышление. Потому что все остальные теоретики, которые думают, надо молиться Богу, а судьба там, что с ней будет, ничего страшного. Их косит судьба, и они перестают потом молиться. Потому что, когда судьба скосила человека, у него нет сил молиться. Понятно? Точно так же есть такие теоретики, которые говорят, телом заниматься не надо, мы духовные души продвинутые, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Потом я смотрю на этих всех деятелей, приходит время, они телом не занимаются своим. Приходит время, и тело начинает их косить. А когда тело их скашивает, они молиться уже не могут, потому что боль не стекает 24 часа в сутки. Понимаете? И человек деградирует просто, он не может ни молиться, ни заботиться о жене, просто все разрушается, вся жизнь. Поэтому не слушайте всех этих людей. Надо заниматься так же своим телом обязательно, надо заниматься своей семьей, то есть нужно ей силы отдавать. И прежде всего, конечно же, думать о Боге, потому что это источник всей семьи. Мы просто молились, мы начала молиться уже 4 месяца. Но только у нас на второй минуте, мне становится плохо, потому что я уже, я уже знаю, чуть-чуть много. И после телевизора, вообще-то молились. Вот смотрите, на сороковой минуте ваша молитва, вы сталкиваетесь со своей судьбой. Вот она приходит прямо к ваших планах. Ваша судьба, ваша судьба сейчас очень тяжелая. Поэтому вы должны понять принцип, хоть я и тысячу раз об этом говорю, вы запомните все равно большинство людей и из в этом зале, когда я это говорю, меня услышать не могут, потому что это тайна. Понимаете, тайна — это не то, что недоступно, а то, что непонятно. Вот это тайна. Вот в чем тайна заключается? Когда вы повторяете молитву, надо сильно слушать тех, кто молится. И когда вы будете сильно слушать тех, кто молится, во время вашей молитвы, в этом случае Бог будет эту тяжесть убирать из вашего сердца. Но так как вы не настраиваетесь на слушание, вы слушаете свою судьбу, поэтому ваша тяжесть непреодолима. Как только вы от этой тяжести в вашем сердце отвлечетесь и будете слушать тех, кто молится, повторять, как они, то в этом случае, несомненно, эта тяжесть сразу же станет уменьшаться, и вы поймете, что такое вера в Бога. Большинство людей верят только в свои силы. И вы на этом же пути не будете пока. Как только вы научитесь слышать тех, кто молится, верить в Бога, а не в себя и в свои силы, а в силы тех, кто молится, в силу старших, тогда спасибо вам большое. Будьте счастливы. Тогда в этом случае вам станет легче. И первое, что с вами произойдет, у вас эта тяжесть рассосется вся, и в сердце появится лёгкость. Вторая стадия — начнется влияние на ситуацию, вы сможете её потом менять. И третья стадия — это победа. На первый этап, сколько будет, 40 минут, да, то есть если будет 40 минут, то на облегчение сердца у вас уйдёт 7 месяцев. Если будете молиться 80 минут, то уйдёт 3,5 месяца, 3 месяца. Это не могу, потому что вы только начинаете очищать своё сердце, тяжесть выходит наружу, и вы её не можете выдержать, потому что у вас неправильный настрой. Вы эту тяжесть убираете своими силами, а своих сил на эту тяжесть у вас нет. Поэтому, если вы начнёте помнить о тех, кто молится и повторяете, как они, то в тот момент, когда эта тяжесть уйдет, вы сможете её убеждать. Это жаг, это всё, ну как бы, результат этой тяжести. Ну то есть у вас же есть психическая энергия, которая отвечает также за здоровье. И так как вы все силы отдаёте победе над судьбой, то эта вся энергия, которая у вас есть в психике, и она сталкивается с судьбой и теряется силой. Вы теряете силу. Для того, чтобы её не терять, я вам уже в пятый раз объясняю. Когда вы бежите, надо слушать лекцию. Когда вы молитесь, надо подвижно стоять. Можете чередовать и убежать в течение дня молиться. Потому что, когда вы бежите, ваше слушание лекции тоже побеждает судьбу. Я вам буду говорить сегодня о том, как пробежка побеждает судьбу, как неподвижное положение тела побеждает судьбу, как пост побеждает судьбу. Всё это мы всё узнаем. Да, что неподвижная проблема, как это, кладеи вас, это для меня как-то сейчас необходимо? Необходимо. То есть это тоже нужно как-то? Вот это вот тяжесть тела, тяжесть сердца, о которой вы говорите, это статическая нагрузка. Если вы будете стоять рядом с деревом во время молитвы, то эта тяжесть будет меньше. Сразу же. То есть вам легче будет побеждать свой суд. У вас будет больше своих сил, своих сил вместе с деревом. Но важно научиться слушать Бога во время молитвы. Бог живёт в тех, кто молится в их словах. Сначала лёгкость сердца появится, потом вы сможете с ним нормально общаться. А потом дальше он поменяет восприятие мира, своё мышление. И если он не захочет вернуться, или вы с ним вместе живёте, тогда, значит, всё только закончится. Но вы примете его невежество на первой стадии. У вас появляется спокойствие в сердце, означает, что вы принимаете человека. Это и означает любовь. Доброта означает принятие. Принятие только через молитву, возможно. Человек сам не может ничего принять. Продолжение следует...